В Москве прошел форум общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Ключевая тема обсуждения – роль бизнеса в достижении национальных целей развития. Участие в форуме приняла делегация из Чувашии. С докладом на тематической сессии выступил глава республики Михаил Игнатьев. Свыше полутора тысяч гостей – представители министерств и ведомств, главы регионов, бизнесмены, члены экспертного сообщества. На форуме «Деловая Россия» в рамках тематических сессий обсудили, как улучшить инвестиционный климат и создать более комфортные условия ведения бизнеса в стране. В нашей республике накоплен большой опыт в этой сфере. Чувашия входит в четвертый год, если я не ошибаюсь, в рейтинг в десятку самых инвестиционно привлекательных регионов. Что вы для этого делаете? Мы всегда стремились и будем стремиться использовать внутренний потенциал. В случае практики регионов Российской Федерации. При этом реализация экономистских задач бизнеса напрямую зависит от качества жизни, социального самочувствия граждан и бизнеса общества. Чувашия поднялась, насколько я знаю, в рейтинге довольно серьезно. Но это не значит, что надо расслабляться. Мы полагаем, что каждый предприниматель, который желает вырасти, которому что-то не хватает, должен получить возможность какой-то государственной поддержки для своего роста. Финансовой или не финансовой. И кому, как не региональным властям, лучше всего должно быть известно вот об этих потребностях. Чувашия строит инновационно ориентированную экономику. Каждое четвертое предприятие республики и каждый восьмой рубль от гружной продукции – это результат внедрения инноваций, новых подходов к профессиональной ориентации, целенаправленной подготовке высококвалифицированных рабочих кадров. Кроме этого, у нас вполне успешно работает инжиниринговый центр. К слову, таких центров чуть более 50 по всей стране. Инжиниринговые центры, которые в регионах созданы, я рада, что в Чебоксарах он очень давно уже работает и успешно работает, вот по линии Минэкономразвития, они призваны помогать как раз предприятиям в осваивании новых каких-то подходов к организации производства и разработке продукции. И у них есть бюджет, где предприятие может получить фактически софинансирование до 50% стоимости вообще рыночной вот этой инжиниринговой услуги. Новый тренд развития – цифровая экономика. И предприниматели Чуваши делают ставку на использование современных технологий. Это сервисы по предоставлению онлайн-услуг, электронные платежи, интернет-торговля, создание отечественного программного продукта. Вся логистика продвинутых компаний максимально ведется в режиме онлайн. Экономятся время и ресурсы. Мне очень понравилось то, что открытый такой разговор стоялся, непринужденный. И вице-премьер Ольги Юрьевны Голодец тоже озадачила нас всех, как нужно лучше работать. И все эти мероприятия по указам президента Владимира Путина 7 мая 2018 года за номер 24 мы будем выполнять. 47 региональных проектов из 67 федеральных. На что по всем источникам финансирования в течение 6 лет будет направлено 250 миллиардов рублей. Это огромные средства. Такие средства никогда не было выделено. Глава республики и председатель организации «Деловая Россия» подписали соглашение о сотрудничестве. Подобное соглашение предусматривает взаимодействие по вопросам социально-экономического развития региона, поддержке малого и среднего предпринимательства, создание наиболее благоприятных условий для инвестиционной деятельности на территории Чувашия. Каждый регион России имеет свои конкурентные преимущества. И мне кажется, что не случайно здесь присутствует и много руководителей, субъектов Российской Федерации и предпринимателей вот из всех наших региональных отделений. Именно здесь, сегодня, в «Деловой России» и в первую очередь в региональных отделениях «Деловой России» те самые компании, те предприниматели, которые помогут нам добиться результата и сделать нашу страну еще сильнее и еще конкурентоспособнее. Роль бизнеса в достижении национальных целей развития и другие актуальные вопросы обсудили на пленарном заседании. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин Роль бизнеса в современной жизни трудно переоценить, сказал президент России. Предпринимательская инициатива создает рабочие места, достойные зарплаты. Поэтому власть заинтересована в развитии бизнеса. Ведь чем динамичнее развиваются компании, тем устойчивее экономический рост, подчеркнул Владимир Путин. На форуме были сформированы предложения делового сообщества, как сделать страну более сильной и конкурентоспособной. Все эти предложения лягут в основу будущего послания президента России Федеральному собранию. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика, из Москвы.